Честно говоря, этот дом мне уже порядком так надоел. Нужно отсюда поскорее съезжать. Привет, меня зовут Викли. Сегодня мы поиграем в GTA 6. Ладно, я шучу. Прошло уже достаточно много времени, много лет с событий сюжета GTA 5. И Франклин за это время преуспел... Спасибо. Так вот, за все это время Франклин достаточно сильно преуспел в финансовом плане. И он стал самым настоящим миллиардером. Поэтому сегодня мы поедем смотреть его новый дом, который он купил втайне от меня. Втайне от вас. Но перед началом, конечно же, я желаю всем приятного аппетита, приятного просмотра. Саживайтесь поудобнее. Не забывайте про лайк, подписку и колокольчик. Мне, правда, будет безумно приятно. Ну и мы начинаем. Поехали! Итак, перед тем, как мы отправимся в наш домик, я бы хотел съездить в магазин одежды. И немножечко поменять, как бы, наш внешний стиль. Внешний стиль? Да. Короче, я бы себе прикупил на самом-то деле какой-то костюмчик, так сказать, чтобы полностью быть официально. Официально миллиардером, потому что сейчас мы выглядим, как обычно, такой челик с улицы, да? Да. Поэтому мы, нарушая все правила, вот так вот сбиваем тачку. А давайте-ка будем немножечко поосторожнее. Все-таки мы, как бы, человек теперь важный. Вот он, вот наш магазин. Ну что ж, Франклин, погнали посмотрим тебе новую одежду. А также потом посмотрим, скорее всего, новую тачку, потому что с этой явно что-то не так. Так, здравствуйте, что у вас тут есть самое дорогое? Пойдем, конечно же, смотреть различные костюмы. Вот, костюмы находятся у нас вот здесь. Ну что, сейчас примерим. Давай-ка возьмем, пожалуй, вот такого вот цвета, я не знаю, под нашу прическу. Или возьмем вот такой вот, чтобы прям максимально ярким быть. На пофиге, берем вот такой вот красный костюм. Извините, этот примет вам не по кармону. Угу, понял. Все денежки с банкомата я снял, можно наконец-таки покупать. А может быть, сама судьба не хотела, чтобы вы покупали именно этот костюм? Может быть, купим вот такой вот кремовый костюм, тройка. Но я так хотел сейчас надеть красный костюм, поэтому ладно, покупаем все-таки его. И вот теперь так выглядит наш Франклин. Так, еще, пожалуй, отдельно обувь сейчас подберем. Во, я думаю, то, что такие нам подойдут точно. Я скажу, что, в принципе, они более-менее сочетаются с нашей прической. Поэтому мы оставим все как есть и поедем наконец-таки смотреть на наш новый дом. И я скажу, он реально огромный. Франклин вложил у него просто какое-то сумасшедшее на самом-то деле состояние. И мне уже реально не терпится вам его показать. Раз, два, три, поворачиваем камеру. И вот наш здоровенный дом. Обалдеть. 101 номер. Итак, мы заезжаем прямо как к себе домой. Ну, в принципе, мы так к себе домой заезжаем. Я даже не знаю пока что, где нашу тачку парковать. Потому что здесь я был всего лишь-то один раз. И просто посмотрите на это. Это что-то невероятное. Оцените в комментариях от 1 до 10. Мне в целом нравится абсолютно все. Я бы поставил на восьмерочку. Но вот единственное, вот это вот здоровенное просто штуковина внизу. Я, конечно, понимаю, там у нас подвал различные. Так сказать, подземные этажи. Но выглядит это, конечно, не очень. Если бы это все было как-то влеплено в гору, так сказать, было бы намного круче. Но что есть, то есть. И давайте-ка начнем все рассматривать по порядку. Итак, наш двор. Вот, оказывается, где у нас гаражи. Их просто здесь немеряное количество. У нас также есть водный мотоцикл. Обалдеть. У нас даже тут есть проездной пункт. Тут должен сидеть охранник и смотреть, какие тачки проезжают. Ага, я понял. Видимо, ему на работу уже абсолютно пофиг. Он кое-что сделал и свалил. Ну, собственно, вот наш двор. Это что-то реально тоже невероятное. Сзади горы. Здесь у нас травка. Здесь у нас фонтаны. Также есть дорожка из камешков. У меня даже текстурки пропадают. Немножечко, да, соглашусь подлагивать. Потому что деталей в этом доме реально очень-очень много. Ну что же, золото, красная дорожка. Я думаю, то, что, в принципе, можно заходить. И вот мы внутри. Тут сразу нас встречает детское шампанское, естественно. Какое еще? Также у нас тут есть сразу же бильярд. Различные футболки. Там бейсбольная команда, любимая Франклина, да. Также телевизор. И вид, вид на сам Лос-Сантос. Как же это кайфово. У нас все соседи живут как бы немножечко так скромненько. Вон сидят там себе чилят. А мы живем в самом реально самом огромном доме, мне кажется, во всем штате. Также здоровенны, конечно же, потолки. У нас потолок сделан из мрамора, наверное, я не знаю. Насчет материалов я точно не могу вам сказать. Но что я знаю точно, они все очень-очень дорогие. Здесь у нас получается кухонька, достаточно скромная. Очень скромная, я бы даже так сказал. Но что, нам больше, в принципе, не нужно. Здесь у нас также какие-то люди. А кто такие? Я вас не звал, идите на... Кто это вообще, я не знаю их. Ладно, сидите, хорошо, вас не буду трогать. Это очень странно. Откуда они вообще взялись? Еще второй телевизор у нас есть, обалдеть. Может быть, вы мне его подарили. Если вы сделали мне такой подарок, то оставайтесь. Ладно, живите здесь. Здесь у нас также есть бассейн. Очень-очень крутой бассейн. Который мы почему-то не плывем. Франкли, не хочет здесь просто плавать. И просто посмотри, какой же здесь офигительный также вид. Просто вечерком плаваешь себе в бассейне, берешь там какой-то коктейльчик. И смотришь, наслаждаешься этим видом города. Я позже включу ночь. И мы посмотрим, как это будет все выглядеть ночью. Также есть джакузи. Нифига себе, джакузи также очень скромные. Итак, а вот теперь вопрос. Как мне подняться на второй этаж? Ладно, мы сейчас сделаем просто вот так вот. Вот вы ничего не видели, я тоже ничего не видел. И, собственно, здесь у нас различные планы по захвату города, конечно же. Здесь у нас, видимо, должны быть лестницы. Но почему-то у меня их здесь нет. Поэтому мы будем вот так вот тупо перемещаться. Еще одна часть нашего дома. Также мы можем здесь подняться, видимо, наверх. Могли бы подняться, но лестницы почему-то пропали. Видимо, их еще строители не завезли. Здесь у нас глобус, также диванчик. Мы тоже такая мини-челлзон. Мы попали на второй или уже на третий этаж. Хотя все-таки, мне кажется, второй. Потому что вон тот этаж с диванчиком, это, так сказать, переходный пункт. Если такое вообще в доме есть. Короче, ладно, все-таки это третий этаж. И здесь у нас получается кроватка. Также маленькая челлзона. Но все прям по красоте. Своя, конечно же, душевая. Почему-то некоторые предметы у меня просто не прогрузились. Но я, в принципе, не удивлен. Потому что здесь, в этом доме, реально очень-очень много деталей. Копа и телепортировались. Мы на противоположную сторону. Мне кажется, здесь все абсолютно так же. Только кровать немного другого цвета. И посмотрите просто на этот шикарный вид. Блин, как же ты кайфово. Ты просыпаешься, смотришь на город, любуешься. Идешь купаешься, потом кушаешь. Не знаю, поднимаешься и снова любуешься на город. Это офигительно. Ну и с этой стороны у нас также диванчик. В принципе, просто дома дзеркально, сколько я понимаю. Кроме первого этажа, здесь у нас все, так сказать, сделано в индивидуальном стиле. Так, а вот теперь смотрите, что я обнаружил. Это секретный проход. Обалдеть. Мы можем пройти в наш, так сказать, не знаю, подвал. Хотя подвалом это тяжело назвать. Это целое-целое развлекательное бассовым кинотеатром. Со своими различными тут, не знаю, фастфуд точками. Также у нас тут есть свой боулинг. Автомат с газировкой. Обалдеть. Я могу видеть этот шар там, не знаю, пнуть его. Да, смотри-ка, могу. Давай-ка мы его сейчас ногами пытаемся допнуть. До кегель. И постараемся, не знаю, хотя бы хоть какой-то сбить. Сейчас будет страйк. Давай, Фанклин, ты дыщи. Страйка не было. А мы одну кеглю сбили. Ну, в принципе, неплохо. Сейчас мы пойдем в эту сторону. Что у нас здесь? Смотри-ка, небольшой паркурчик. Идем. И здесь у нас целое казино. Казино в доме. Я в шоке. Я реально в полном шоке. Здесь можем крутить колесо. Точнее, не можем его крутить. Но здесь просто чисто ради дикорации. Но ничего страшного. Еще один телевизор. Сколько телевизоров просто в этом доме? Еще один телевизор. Обалдеть. Спускаемся. Здесь у нас баскетбольная площадка. И какие-то левые люди, опять же. Что вы тут все делаете? Скажите, пожалуйста. Ну, их немножечко, так сказать, прищемило, мне кажется. Ой, обалдеть. Просто из этого дома можно даже не выходить. То, что здесь есть абсолютно все. Самый настоящий развлекательный центр. Рада без лестниц. Но ничего страшного. Научимся паркурить. Теперь вопрос. Как мне выбраться снова наружу? Видимо, реально придется паркурить. Вот здесь вот, да. А может быть, нужно прыгнуть на вот эту вот сторону? Ой-ой-ой-ой. Ладно, Франкли, не буду тебя мучить. Подниму тебя. Посмотрим еще раз на наш дом. Возможно, какие-то новые детали здесь найду. Ага, здесь у нас барбекю есть, смотри-ка. А с этой стороны у нас что? Здесь у нас просто такая вот зона, где можно просто прогуляться. Я бы на самом-то деле вот здесь вот сделал, типа, не знаю, гольфу какого-то, мини-гольфу. Почему бы и нет? Но это, мне кажется, было бы уже реально слишком, потому что в этом доме есть абсолютно все практически. Ну, а сейчас я включил ночь. И просто посмотрите, как же все это смотрится в ночное время суток. Просто это что-то невероятное. Сейчас мы спустимся в бассейн, посмотрим оттуда на ночной город. Франклин полетел, приземлился нормально. Как можно было в воду удариться. И вот, что я хотел больше всего увидеть. Это вид из бассейна на ночной город. Как же это атмосферно и круто смотрится. Я после записи видосика буду здесь сидеть, наверное, еще минут 20 наблюдать за этим всем, потому что это, правда, очень круто. Ну что же, и на этом предлагаем наш сегодняшний видосик завершить. Если он, конечно же, понравился, то не забывайте влепить свой лайк. Также можете подписаться на мой канал, если еще не подписаны. Нажать на колокольчик, чтобы новенький видосик, конечно же, не пропускать. Ну, с вами был Яд Викли. Это был игрушка GTA 5 с модами. И я не прощаюсь, говорю, до новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok